привет ребята это экспериментальный выпуск подкаста и я долго думал выкладывать его или нет и чтобы вы понимали насколько долго он был записан прошлым летом больше года назад сейчас уже августа это было в середине прошлого лета и по нескольким причинам я сомневался потому что во первых это необычный гость гость мой отец анатолий николаевич а во вторых темы нетипичные для этого канала это темы истории нашей страны политики и какие-то сравнения обществ того времени и сейчас и я подумал что во первых эксперимент это хорошо это была главная причина почему я решил все-таки это выложить а во вторых я думаю что этот разговор подкаст может быть полезен многим с обоих сторон поколением и вот поколением моего отца и поколению ребят которые моего возраста потому что я думаю что подобные разговоры на кухне бывают во многих семьях и я думаю многие зрители узнают в беседе меня и отца себя в каких-то спорах классическая разница поколений проблемы отцов и детей где проблемы недопониманий все это есть и в моей семье и мы с отцом о многом спорим поэтому я решил что этот ролик все-таки будет полезен этот подкаст темы которые мы обсудим это воспоминания моего отца о жизни в советском союзе какие были плюсы какие были минусы это особенно знаменательно потому что недавно была дата до 30 лет распада советского союза и я решил попробовать понять ну еще тогда я думал про сейчас я подумал что отличная дата будет выложить это видео можем ли мы научиться чему-то на ошибках наших отцов и дедов я уверен что можем и также мне не нравится полярная такая какая-то радикальная полярность что там советский союз это только хорошо или только плохо я уверен что там было и то и другое и интересно пообщаться с человеком который прожил больше 30 лет в советском союзе он тогда все-таки был еще молодым человеком а его мнение что ему нравилось что нет и также меня беспокоили и беспокоят разные проблемы современного общества мне было интересно понять были ли они уже тогда в советское время и отличались ли они или были уже примерно такие же в общем надеюсь будет интересно устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь подкастом приятного просмотра и прослушивания папа расскажи о своем детстве в ссср что ты помнишь о нем самого самого начала ну вообще чего ты хочешь рассказать мне интересно как 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 было быть ребенком в ссср ты 58 года рождения ну давай что так что у меня в памяти отразилось самого то что сразу самого значит помню я наш барак куда мне мама из-за роддома привезла но мне уже было на на года два барах деревянной половины двухэтажный деревянный барак в котором жили семьи сотрудников фанерного завода правило все рабочие на лиговке это было окраина питера тогда это было не как это было угловодного днепропетровской где сейчас сквер рядом с бывшим нашим кирпич это был конец города не конец города это конец города был наверно в веке восемнадцатом уже в двадцатом веке это ну так рабочий раз я понял как спальный район очень как рыба да больше как спальни чем но там много предприятий было поэтому не рабочий ну да вы скорее всего как спальный район потому что вокруг были дома тоже заселены рабочими там а раньше все были рабочие раньше так и не чувствовалось нам клатуру трудовая вот под значит помню как нас была маленькая комнатка наверное размером как это кухня по ширине да и по уже наверно было на треть поуже и стояла помню кровать была тумбочка и все больше ничего не помню на этой кровати мы втроем спали папу лучше в микрофон сейчас что это кровать мы втроем спали вот помню оставался все время один дома не папа с мамой давали журналы какие-то разные там типа гонек такой я сидел там листал бумага была еще я помню что-то там рисовал а так смотрел в основном смотрел любил смотреть в окно и все то есть игрушки у тебя это были бумаги и журналы и про игрушки не помню в это время были не были не помню вот но можно у нас дверить как таковой не было было занавеска на дверях весело поэтому можно было в принципе пойти в коридору общее общий коридор я помню там выходишь узкий коридорчик такой на ездят занавески там за этим занавесками то другие семьи жили вот влево пойдешь там большая кухня метров тридцать посреди стояла печка плита на которой готовили там дровяная она была электричество не вот и получается 1000 исток света больше ничего не помню там из электричества и проходишь кухню там еще люди жили в общем кухни вокруг людей по сути это была такая большая коммунальная квартира на первом этаже такая же ситуация там в этом вроде по нашим меркам сейчас и небольшой дом на народу живу там конечно много как думаешь сколько там жил примерно примерно у меня маленький был мне казалось что там на человек 100 суши а был пионеры вот это что не помнишь из этой пионеры я помню на же франции пионеры лучших это был значит сначала на октября то не все были когда пришли нас буквально через некоторое время в первом классе приняли всех октября то дежурное то есть октября то все брали а пионеров не всех до октября то все были юные ребята вот а потом пионеры уже это четвертый класс в четвертом классе стали принимать пионеры и у нас получилось три захода в первый раз мне не приняли во второй раз меня не приняли здесь классная нас двое осталось кого не приняли а почему как вы меня сняли а считали что чернобаев хулиган там я не помню что я там было но в общем еще ну то есть почему-то него пока причине не помнишь по моему из-за плохого поведения такая не знаю я так расстроился обиделся думаю незаслуженно меня я дурить ничего такого не сделал меня не приняли и уже под конец года четвертого класса значит 1 нас принимали на день революции этого октябрьская революция это 7 ноября потом принимали по моему не важно еще когда дедушки ленина а потом на бен пионерии принимали вот третий раз не только с третьего раза приняли и помню мы ездили туда там вот нас собрали того и не приняли на человек 10 нас было со всей школы не принят и ездили там мы те учителя ездили старшие пионер вожатые тогда были еще ну еще кто-то ездили чего вас собрали и что и повезли шалашу ленина и ушла шарень на нас там выстрелил ряд повесили всем пионерские то что зрители на руку и мы дали клятву торжественная вот и после этого приняли я помню день такой был хороший уже деревья начали спускаться но еще такой был прохладно еще столько снег уже сошел хорошая погода была холодновато было помню в куртках были слушай так и потом что-то было интересное из детства пионеры а потом все шкак зашло само собой жизнь такая несложная мы жили как жили в основном я был дворовой парцан все время тусовались на улице то играли в расчлоза этих разбойников там двор на двор делали себе деревянные щиты мечи вот так завтра собираемся после школы в районе помойки там и вот мы там договариваемся значит вот эта команда за них эта команда за нас там и давай мы там дрались ты убит ты убит а серьезных драк не было вот типа двор на двор как знаешь как говорят ой слушай казани да это вот я уже наверно класс восьмой где-то конце года говорили у нас ребята идем туда в казачий двор и казачий это где альсандра невская лавра и вот с невского там со стороны скому толпа приходила и наши ходили туда связь но там уже такие все ребята уже старшеклассники ходили с но я ни разу не ходил только по рассказам слышал что ходили дрались туда ну таких случаев чтобы там кого-то убили такую я не помню и по-моему дрались ты раньше только до того что до крови там или упадет все там никогда не добивали такого не будут никогда у нас был еще клуб черняховская улица детстве он назывался клуб фрундинис куда собирались все трудные подростки со всего района то есть ты считался трудно что в основном там были ребята трудные подростки там стояли теннисные столы были секции борьбы и бокса и был музыкальный этот я к тому времени уже стал увлекаться гитарой и вот мы с наклассником борьбы александром андрей кругов андрей ты знаешь круг еще было пару ребят сделали группу да и вот хоть как назвали о суши по-моему без названия была группа до ансамблю называли и оба до его исполняли все три песни которые по радио звучали такие иногда и что-то там иностранного из битлов а так суша как вы иностранная доставали музыку интересно у нас парень кстати был огромный фоно он музыкальным образованием он все на слух подбирал здорово и нам потом говорил вот эти аккорды берите вот эти аккорды берите а мы-то все неграмотные в этом деле нам показывал какие аккорды как играть куда и вот мы потом то есть кировали он где-то слышал по радио но мог нас подпольный радио он мог на слух подобрать любую мелодию был парень талантливый такой я не помню как его сейчас зовут потому что мы там где-то с ним играли два в группе играли в школе даже выступали и в институт лезгов то ездить даже играли на новый год так прикольно хорошо слава богу что мы там не одни были еще была там группа у нас у нас вообще там было по-моему две группы ребята из купчина приезжали репетировали и вот мы там местные то есть почувствовался как как звезда дипа на сцену да мы на танцах играли все время там в этом же клубе был танцпол а раньше такой зал был не местные ребята собирались там то есть как ты был то гитара был ударник не барабан не играл никогда нет не ты а кто-то другой был а ну у нас было три гитары клавишные они не барабана 5 человек просто акустику тянула не просто у меня бас был а у тебя бас да я на вас гитаре играл окей так суши а как западную музыку слушали доставали вообще или ты не слушать ну вот я застал это конец 7 8 класс у дворе александрова был брат он как бы чисился в комсомольском оперативном отряде который должен был следить за порядком в таких точках где иностранцы там чтобы вели себя дежурные да а сам занимался фарцовкой приносил жвачку вот эти пластинки и вот тогда мы слушали пластинки иностранные у него а помнишь еще это битлы были роллинг стоунс были ринг стоунс был гиппи не по первым еще какие-то там были были да иностранные вот тогда мне при мне кстати тогда что-то не очень иностранная нравилась тебе больше да нет отдельные песни нравились основной массы как-то меня не музыку любил расскажи какие твои вебы любимые ну вещам из музыки и улесит песни сия птица маки уже потом нет это в армии нравились с моцветами не нравились почему-то а это было прям популярными надо было один из самых таких типа как кобзон и лещенко в то время так и были самоцвета а вот менее такие известные раскручены такие мне нравились ребята это белорусы в основном были которые лезть песни нет лезть песни это москвичи вот нравились наши группы но они такие полуподпольные были группы питерские да они в основном играли на танцплощадках где-то по клубам по дк сейчас это называется underground ну да тогда были такие группы санкт-петербург вот у нас в бабкином саду парке бабушкина как аду играла вот сейчас я уже даже и забыл название но были много интересных групп записи и основных не вживую видел а в записи ребята приносились танцы в записи а это на чем вы смотрели записи бобина такая была крутилась значит эта пленка на монитофонах это прям видео было такое видео аудио все аудио ведь в этой небо так окей смотри ты помнишь кем-то хотел быть детстве ты увлекался очень сильно футболом и музыкой музыка уже в конце учебы помнишь до армии кем-то хотел стать к выристишь неплохо в детстве я помню пожарником все время хотел быть потом где-то классе в четвертом в пятом что-то меня так нахимовское училище пробило моряком да я маме мам хочу нахимовское училище все хочу быть моряком ну да больше мне на форма нравилось мальчишки такие маленькие уже форме ходили так клёво суворец мне почему-то не очень нравились нахимовцы мне вот суворецка не хотел хотел нахимовское обязательно моряком быть и почему не пошел когда мне сказали что там очень сложно учиться поступить туда тяжело то брали в основном тогда детей либо погибших кого родители погибли до либо высоко поставлены там генералов там речь этого небольшие училищем были понял так трудно было попасть то но я потом как-то уже года через два перехотел к тому моменту когда нужно было уже идти там шестого или седьмого класса а почему не хотел продолжить допустим футболистом со профессиональной музыкантом и для меня было не цель стать профессиональным футболистом раньше не было профессиональным футболистом вот во-вторых физические данные не позволяли быть хотя ты хорошо играл я хорошо играл до 8 класс когда начался рост мой ну как физический да там люди меняются и вырос и физические данные не позволили мне стать на уровне таком я вроде играла уже более высокий уровне я уже стал больше концу 10 класса в запасе сидеть дыхалка мне не позволял слабенькая дыхалочка была скорость меня была небольшая из физических данных ноги были коротковаты ну в общем так а потому чтобы сильно что-то добиваться нужно там сутками было тренироваться не мое было я просто хотел быть каким-то военным таким во флоте служить день и быть таких катерах но солидных что значит приносить пользу защищая страну всю жизнь я помню файлов этих солдатиков играл когда вы жили вот в этой квартире но у нас были цветы бабушка мама моя приносила горшки с цветами и отец не купил солдатиков маленьких я все время солдатиков там между цветами размещал представлял что это какие-то там заросли кусты и вот тут враг и это оттуда из-за кустов налетает в общем что-то меня постоянно хотелось связывать свою жизнь с армией не знаю почему с армией с армией вот а потом закончил школу мне оставался еще полгода наверное до службы в армии а у меня была любовь такая любовь такая любовь она сказала она мне на год младше было в армии не уходи иди учись куда-нибудь тебе 18 ну да 17 уже тогда куда уйти я попробовал в солнце в один техникум не поступил думаю так держим дают отсрочку в каких еще еще нашел училище черчожников там полтора года учеба поехал туда будет вам даете отсрочку не да на полтора года даем и дальше отсрочку и глупо устраивает давайте все равно было пришел в группу а там одни девчонки они спали ничего из тосно по моему со мной учился остальные были все девчонки черчожники и как в итоге ты попал сначала интересно было учиться потом что-то мне как это все напрягло скучная работа целыми днями сидеть вот что-то вычерчивать там за каждую за которую толщина линии должна соблюдаться но не мужская это работа совершенно а вот когда практику пошли мы прошли вообще все отбило на проще интереса тебе хотелось какое-то именно движение движение какое-то такое а тут сидеть целыми днями за кульманом этим чертить там еще стали там уже более такие вещи нужно было что-то высчитывать там до рассчитывать нет вообще не интересно думаю рассчитаю еще не так чем там рук рухнет где-нибудь нафиг не понимает не понимала эту вещь вот а потом мы поругались с моей девчонкой я плюнул на все на эту учебу пошел военкомат говорю все забирайте меня не хочу больше отсрочек никаких него молодец наш человек мы тебя устроим хорошие части давай жди повестки вот чё тебе вспомнить именно наш из ссср вот как как куча разных наций жили вместе мирно жили или все равно или все как-то стебались друг на другом ругались не было такого что как-то были такие но знаешь поближе у нас служили украинцы белорусы татар ну то есть вообще а если так вот взять за жизнь в ссср ну ты же с многими общался разные национальности были как люди мирно жили вот это когда появилась это ненависть знаешь у них людей каким-то нас многие национализм не любили москвичей потому что у них такой оплом то был у них знаешь что-то такое у них было ну москвичик понты короче ну да просто что интересно вот был советский союз где куча разных наций как люди жили мирно и не воевали почему ну то есть а чем был делить делить нечего будут все жили один почему-то сейчас приблизительно почему сейчас вот вот такая фигня что там вот прям какой-то национализм процветает много где в том числе и в россии ну тут несколько факторов отожили все в одной большой стране было приблизительно всех одинаковое состояние благосостояние поближе к микрофону ну что все могли поехать куда хочешь поближе к микрофону все могли поехать куда хочешь по стране работа также могли в любом месте кавказцы могли устроиться здесь на работу наши ездили в беларуси работать учились также все кто где хотел могли на юге учиться могли украине учиться могли беларуси учиться ну то есть даже никто есть такого чтобы да тем более многие мешались у нас же с украины вообще на 50 процентов населения все перемешаны ну то есть смотри просто как получается было что-то там вот как-то раскалки там истории такие типы как не знаю в армии но в целом люди ну там если и прикалывались друг на друга то в шутку не было прямо что кого-то такого ну и скажешь дрались то может быть конечно когда подрались там но дрались то в основном из-за чего там из-за девчонок и ну кто-то там на ногу наступил такие вещи вот катя был 21 и ты думал о своем будущем ты был уверен в чем-то или не особо мне интересно знаешь потому что многие люди кто молодые тогда все были уверены все был уверен но раньше лишь какая была градация мы раньше так человек как ситуация карьеру начинает школа институты либо птуда распределяешься или идешь ищешь работу на какое-то предприятие работаешь а уже потом значит думаешь а у меня сейчас зарплата такая чтобы меня была другая зарплата мне нужно что либо повысить свое образование профессиональное либо идти в вуз какой-то поступать и уже на более другой уровень и соответственно люди шли кто не хотел учиться те значит работали 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 видит что ты если хорошо работаешь значит этом бригадиром означает если ты много лет проработал бригадиром тебя уже и соображаешь что-то мастером то есть очень предсказуемая была это это то есть шли вот поэтапно мы знали как можно расти и больше зарабатывать понимаешь смотри а если творческая работа кто-то же рисковал все-таки в творческой уходил не знаю там музыка или рисование или спорт тоже самое но опять же уходи там тоже предсказуемо было да либо ты самоучка наверное которую могли без образования куда-то взять все равно нам пришлось бы там заканчивать что-то потом уже в процессе работы либо ты ну как художник там сидел на шее у родителей и занимался своим творчеством ну то есть а я все равно там подвязываясь здесь как эти были музыканты у нас они работали дворниками кочегарами а занимаясь музыкой выступая там где-то то есть если человек способный то его снова могли заметить как то помочь продвинутым какие-то были организации талант всегда прибивался хотя некоторые были не признаны таланты типа бродского до который я считал себя большим поэтом до влатов мало где публиковался и нигде не работал на оси работал там поработать где-то дворника продавал от и слышал тогда улотов это еще до меня после военный уехал после войны не знаю может свет крайне за 70-е там как саженец они уехали но это люди которые не признаны в наше время но может да зря не признаны они сильно быть там может где-то говорили писали то что не укладывалось в политику нашей партии были такие да окей это саи вот и начал служить и вот с кучи разных людей вот еще что-то можешь добавить про то как ты же подружился тому ты как раз уже насколько я знаю с кавказцами познакомился да много с прибалтием сталина а там сталина был у нас один эстонец и человека 3 русскоязычных русских вот а кстати вот тогда и у нас там даже у нас была за жесткая драка между армянами и азербайджанцы почему уже тогда из-за карабаха там парень какой-то сцепился с из армении с азербайджанцем но там говорят что азербайджанец первый начал как раз на национальной почте у них там контакт а потом они там даже несколько человек было и тех и тех и они там даже группа на группу дрались так и в итоге отчислили всех наверное такое не отчислили но что-то там и отправили туда эти бумаги в их республике местные да что если еще раз такое повторится значит отчислили отчислили вроде так утрясли это дело так смотри но это под конец уже учебы мало кто подознать вот я говорю если бы тогда подрались армяне с азербайджанцами так у нас удивительно было как чё они так вдруг за национальность там для нас это было диковинку вообще просто а к чему сейчас же есть вот эти все настроения ну как бы в 90-х особенно они появились если в 90-х было я помню вот сейчас небольшая ставка когда я рос маленький было с кавказом из-за чеченской войны да сейчас такого нету а сейчас в нулевые мне кажется очень много большое поколение растет из-за вот украины русского и тоже вот этот национализм процветает с обоих сторон когда в большой семье многонациональный наступает кризисные времена все проявляются начинается деление по территориально-национальным признакам то есть вот если бы я с тобой не жил бы я бы жил бы лучше а тут систем что у нас большая страна у нас как бы деминировала россия хотя при политическом плане а при этом жили в экономическом плане лучше да потому что мы обеспечивали их лучше из-за чего это была как витрина 3 на ссср грузия украина белоруссия и прибалтика это витрина с поэтому там европа она как бы хорошо жила мы не должны дарить грязь лицом поэтому деньги туда шли развивали предприятия не думаешь сейчас с возрастом с историей что это не очень правильный подход что типа грубо говоря это как знаешь сделать витрину а на самом деле все остальное может быть не таким качеством даже не очень правильно так считаешь ну с одной стороны да а с другой стороны видишь америка здорово вложила в европу в частности в германию разрушал до америка тогда приподнялась на наших войнах очень здорово и поэтому и для нее было вложить бешеные деньги в развитие от этих разрушенных стран на да два раза тогда были разрушены и польша и чесловакия и венгрия и румыния и болгария все были разрушены они же все под германию и югославия и россия всем помогала мы сами были разрушены с ссср еще и всем помогали до ссср еще всем помогали ну нельзя нас было сравнить с американцами которые не воевали про сути дела которые только наживались на на но зачем делать эту витрину вот это же показушничество для того чтобы народ сначала поколение которое послевоенная понимала что вот на складывает мы растем а потом когда увидели что господи германия франция италия англия живут они развиваются быстрее а мы не очень а потом все хуже 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 в россии когда уже к 80-м годам экономика наша стала то что ничего нового там не производит они сказали извини меня да мы живем лучше даже чем россия нафиг нам эта россия нужна это ты говоришь сейчас про вот эти страны кто первыми отделились да да так смотри вот мне интересно если тебе нравился еще жизнь в ссср не интересно или ты все-таки был вот когда молодой ты был недоволен типа ты подумал может верхушка прогнила или что-то вот расскажи когда перестройки лика естественно да когда экономика стала ты же стал чувствовать да что что-то не то что-то дефицитов стало много очень это как раз когда ты вот уже уже после армии вернулся да стал уже чувствоваться потихонечку полигонечку что стали из-за границы какие-то пакеты доставать там джинсы какие-то привозят за бешеные деньги продают почему у нас не могут сделать сразу начинаешь думать насчет с экономикой не так что-то неправильно почему нас здоровые предприятия шьют одежду обувь а это одежда обувь никому не нужна все завалено обувью такая что страшно одеть тяжелую страшное не знаю некрасивая почему думаешь вроде да там шьют за границей там красиво и стильно у нас не могут ни хрена потом уже стал соображать что ага значит у нас плановая экономика нам главное обеспечить народ чтобы он был не голый не голодный вот выпустить столько-то одежда а какая-то одежда чтобы перестраивать его как там это нужен большие деньги там до менять что-то новость танки закупать большие деньги а у нас же сидели на предприятиях все экономили экономили на фига нам деньги если выпускаем товар вроде бы там люди покупают худо-бедно как тогда в конце концов когда уже от нас ушли вперед с европа а мы стали с этими 50-х годов обуви и одежды да с возникли вопросы что-то здесь не так что надо менять умер брежнев там поменялось пришел андропов кстати который хотел что-то изменить но он к сожалению недолго побыл пришел черненко такой же как брежнев еле язык вывязал еле дышал тоже опять там умер через год так сливы тебя было ощущение что типа старики у власти и ты хотел какой-то ты хотел перемен как как свой пил или как лишь конечно да у всех был запрос на перемены на какие-то потом стали пришел горбачев стали говорить о частных каких-то корпорациях там дальше люди занимают начали заниматься там своими объединениями и малый бизнес какой-то развивать не понимаем кооперацию кооперативы там да ну сказать то сказали а как сделать никто не знал как это сделать началась какая-то ванханалия там криминал проснулся почувствовал это конец 80-х до конец 80-х криминал проснулся а значит сейчас народ никто ничего не понимает можно воровать на предприятиях люди пытаются какие-то кооперативы их надо поднять себя то есть бандиты появились еще до 90-х еще в конец 90-х да уже на деле мнение подожди еще в конец 80-х конец 80-х уже начали перестройку до менты начали там продавать армия стала разваливаться потихонечку не хватало финансовой ты вот тебе красном было 2324 года счет началось ск الت wouldn't want bit of trance app for 3 star эта все у тебя уже было двое детей я радуются сказать от ребенка своей тыи как у тебя какие мысли были что ты уже сссссссссса бы не любил ты был за то чтобы она распалась или как ему few стали если что считал что должен прийти человек которые здесь все сейчас поменяют все это вот это была моя ошибка как я уже думал кардинально изменения. Типа революция, думаю? Ну да, типа сейчас... То, что Ельцин сделал? Скинут всех стариков, которые не могут ничем управлять, придут молодые, активные, и что-то нам тут внедрят. Вот да, вот это я хотел. То есть, как Ельцин. Хотел изменения. Ну, Ельцин, да, он же тогда прогрессивно все говорил, что так, сейчас начнем развивать частную собственность, будут люди, чем хотят, тем заниматься, значит, а государство все отдаст образы правления, вот занимайтесь экономикой, кто как хочет, на местах там управляйте республики сами по себе. Ну, то есть, ты голосовал за Ельцина, ты помнишь? Да, я за Ельцина голосовал. Так смотри, вот эта вся ситуация тебе не кажется похожим, как и сейчас молодежь думает о Путине? И вот мне интересно, как ты видишь, в чем ты видишь разницу? Вот, я вижу разницу в том, что я в то время молодой и глупый, верил всему, что говорят. Ну, так а не думаешь, что сейчас так же по телевизору мы верим всему, что говорит Путин, нет? Ну, ты преломляй на себя, как ты живешь. Когда ты приходишь домой с работы и жрать нечего. Это как было в 80-е конце. Да. Да. И когда, значит, я в 5 утра вставал, шел за молоком, стоял в очереди на морозе час, покупал молоко, чтобы мать могла вам кашу сварить детям. Это какие годы? Ну, вот, как раз начало 90-х. Вот. Потом пришел Ельцин, там с зарплатами стали проблемы, вообще зарплаты не платили. Нам пайками стали выдавать. Это что, нормально? Это не нормально. Не нормально. Значит, я хотел это самое. У вас сейчас другая ситуация. Вы сейчас все одеты, обуты, упакованы почти у всех машин и квартиры, да? Да. И вам что-то не хватает в жизни. Что вам не хватает, скажи, в жизни? Смотри, я думаю, что людям сейчас не хватает именно... Смотри, ты сейчас говоришь про молодежь в Питере, в Москве, и то не всю далеко, и там из семей более-менее благополучных. А так есть огромная часть России, другая, которые по-прежнему такие бедные. Коля, вот у вас ложные представления, бедные. Ты хотя бы разберись, за чего они бедные-то. Ты пойми, за чего они бедные. Что-то сразу поменялся, ты говори спокойно. Ну, вот я тебе объясняю. Тогда в деревнях жили побогаче, чем в городах жили люди. Потому что у них было свое частное хозяйство какое-то, да? Даже некоторые родители посылали своим детям жрачку в города. Единственное, что там не было деликатесов колбасы, там икры в деревнях, когда ездили за колбасой из-за твердого копчения, за хорошими сырами в Питер, Москву. Хотя в Питере потом тоже, в Москву все ездили. Вот. А так-то жрачка, жрать нечего было в городах. Поэтому и был запрос, что надо что-то менять, надо как-то перестраиваться, развивать частную собственность. Но единственное, что вот я тогда не понимал, что нельзя было все ломать. Нужно было брать хорошее с советских времен. Вот что бы ты взял хорошее с советских времен? Что бы ты оставил? Ну, во-первых, недры. Чтобы все недры принадлежали людям. И полезно-ископаемые, в смысле? Полезно-ископаемые, да. Нельзя было отдавать это на откуп. Чтобы появились олигархи. Да. Крупные предприятия надо было сохранять и модернизировать. Не знаю, как, куда брать деньги, но опять же, наверное, надо было как-то крутиться. А нам капиталисты не давали просто так, чтобы мы там оставляли свои крупные предприятия. Они говорили так, распродавайте их к чертовой матери. Вот. Нельзя было. Потом, что мне не нравилось еще... Нет, что бы ты оставил из Советского Союза? Единого управления. Тогда мы отдали в республике всех. Кто как хочет, тот и ворочат, понимаешь? Надо было децентрализованно делать. Нельзя было раздавать суверенитет всей России. Все равно должно быть центр, который руководит, управляет. Налоги забирать все в единый центр. Никак в предельце нет. Смотри, а чем же все эти республики были недовольны, чем они считали? Что, типа, вот, когда единый центр, типа, все в центр отдаешь, типа, все лучше там. Хотя, по сути, вот, мы же сказали, витрины, которые вот в республике пограничны, они хорошо жили. Ну, народное считало, что они плохо живут, глядя на Запад. А хотя не знали, что в России хуже живут, чем они. Понимаешь? Да, да. Мы говорили, что ай, мы без этой России проживем, мы будем жить, как на Западе, нам только отделиться. Ну, да. И мы тут начнем, понимаешь? Поэтому, вот, зря вот это разломали. Так ты не думаешь, что может быть централизованное, это тоже неправильно? Может, это есть какой-то третий путь? Нет. Потому что... В крупной стране надо налаживать централизованное... Но ты родился, когда еще в Сталине... Нет, Сталине уже... Нет, уже в Сталине... Ты родился в спокойные времена, то есть, уже не было такого... Да, уже не было. Хрущев был. Так отец, дед, не рассказывал твой отец, что было жесткое при Сталине? Никто ничего не рассказывал. Единственное, что когда мать... Я уже подрост, там, да, анекдоты пошли, там, про Брежнева. Ты никому только не рассказывай. А вдруг придут, заберут. Понимаешь, вот у матери еще остался страх с тех времен, когда нижнего не болтать нельзя было. Я помню, что одно фразу нашего деда про Сталина. Дед говорил, что твой отец, что типа, когда Сталин умер, бабушка плакала, а он смеялся. Вот это единственное, о чем помню. Я вообще так помню. Вот это я помню из детства, он так сказал. Да, ну, может быть. Ну, короче, как я понял, наш дед не очень Сталин был. Ну, наша семья тоже пострадала, и семья отца пострадала при Сталине, при раскулачивании, в всех этих делах. Ну, да, то есть, то, что они... Ну, единственное, до сих пор удивляет, что... Вот много же было народу раскулачено незаконно. Ну, как, несправедливо тогда. Да. Вот. И все равно люди шли и защищали родину. Уже Сталинскую, но все равно защищали. Представляешь? Да. Вот насколько был патриотизм развит. Да. А сейчас за какие-то гроши готовы продать и мать родную... Папа, это же началось в конце 80-х, это все согласились. Может, даже раньше. Ну, потому что мы стали смотреть в рот Западу, который сказал, что самое быстрое развитие страны, когда во главу угла ставится доллар. Да. Доллар, экономика... Доллар выведет экономику, экономика поднимет ваше благосостояние, и вы заживете хорошо, ни о чем не думая. А при том, что Запад стал на это играть и с нас тянуть и секреты, которые у нас были в то время, и предприятия губить наши, и разваливать армию. А как армию развалил он? Ну как, директ Киева была, развалить армию. Это типа про план Даллеса говоришь, или про что именно? Да не про план Даллеса. Мы же теперь с вами друзья, зачем вам армия? Давайте ракеты уничтожать, давайте сокращение вооруженных сил. Это при Ельцине? При Ельцине, да. Так смотри... Сколько мы порезали ракет ядерных, а американцы их, мы же заключили с ним договор о разоружении, мы должны были в рамах пропорции уничтожать. Мы их уничтожали, а американцы их складывали на склад. Отвинчивали боеголовки, складывали и говорили, вот, у нас уже нет этих таких, они на складах лежат. Мы сказали, ну извините, это мы сейчас уже поняли, что нас надули. Для них взять эти боеголовки, накрутить на эти ракеты и поставить опять на боевое дежурство... А как это доказано вообще? А мы резали все. Как это доказано? Доказано уже, что это было. Вот уже при Путине это уже стало известно. Это уже озвучено было. Поэтому извини, нас дурили, как хотели. Нам говорили, что да, вот подпишите то, что пускай Германия объединится. Нашему Горбачёву сказали. А мы, вы будете жить так же, как и жили, никто вам угрожать ничего не будет. Вот, пожалуйста. Подписали, чего? Через некоторое время развалился... Ты имеешь в виду, с этого началось, вот эта картина известная, типа была граница НАТО, где проходила через Германию. После этого началось, что должны были до границы остаться, после этого сейчас... Да, они сказали, мы теперь вам не угрожаем, мы с вами друзья, вы нам помогли... А сейчас уже граница, где прибалтик. Вы как были, так и останетесь, никто вам угрожать не будет. А потом стали втягивать и видите наши страны дружественные, страны Варшавского договора. Смотри, пап, мне кажется, история, она циклична. То есть, всё всё равно повторяется, ошибки людей и поколений, там вот как ещё отцы и дети в классике. Ну, потому что вы идеалисты. Как, ну, и ты был идеалистом. Я был идеалистом. А когда жизнь проживаешь, понимаешь, что... Так сказать, правда, наверное, где-то посередине и молодые в чём-то правы, и старики. Ну, да, нельзя постоянно застаиваться в каком-то родителе. Надо постоянно куда-то двигаться. Но, с другой стороны, перескакивать резко это очень плохо. Ну, смотри, то есть, я вот тоже не за революцию, я за эволюцию. Я за эволюцию. Люди должны созреть. То есть, потому что если ты резко что-то поменяешь, а люди остались с прежним мышлением, ну, просто придёт новый человек. Вот правильно. Как это был, и, смотри, как был и Наполеон, он просто стал императором. Как был и с Гитлером, и со Сталином, и с Лениным. Они сделали революцию, они-то, может, и умные были, но народ ничего не изменился. Он также остался народом, который использует. Мыслил теми категориями, которые были там. Да. Поэтому надо было и образование всех, образовывать, чтобы развивать. Вот я согласен с этим. Вот смотри, просто, если всё повторяется, если вот посмотреть, что ты хотел, когда ты был молодым, и ты верил в Ельцина, и думал, что... Ты же, наверное, тоже в какой-то момент думал, что, ну, ладно, Советский Союз, типа, распадётся, но, типа, будет СНГ, и всё равно будет лучше. Ты же, наверное, в это верил, да? Будем, типа, ладно, кажется, само себе, ну, будем общаться. Я сначала не думал про то, что Россия будет разваливаться, в смысле, СССР будет разваливаться. А, то есть ты думал, что всё останется как прежняя граница? Да, я думал, сейчас что-то какое-то новое принесут, начнём мы... Мы же была закрытая страна относительно других стран. Ну, жилья за новость. Да, сейчас начнём дружить со всеми странами, сейчас будут... Они к нам товар, мы к ним туда торговать будем, дружить будем, то и сё. Ну, там жизнь-то показала, что... Извини, каждый... Особенно на Западе они себе-то... Да, а остальным-то странам, извини, меня. Сначала себе, а уж потом то, что вам останется. Так тогда смотри, я думаю, как вот молодой человек, который в Советском Союзе почти не рос, но мои какие мысли, что... Мне кажется, никто бы не был против, знаешь, из сегодняшней молодёжи, если бы, грубо говоря, вот так, как ты говоришь, всё было, что страна стала бы СССР открытая, но при этом границы бы остались такие же, то есть мы, как Евросоюзи, бы ездили спокойно без паспортов, без всего там и на Кавказ, и в Латвию, и в Украину, и так же и к нам, да? То есть, по сути, Евросоюз, вот, типа без границ, но при этом было бы, получается, мы перешли бы из плановой экономики какую-то, либо смешанную, либо капиталистическую, да? Вот надо было смешанно переходить, как в Китае. Да, смешанно, мне тоже кажется смешанно. Мелкие предприятия, они должны были следить за конъюнктурой, да, за рынком, выпускать то, что где-то чего-то не хватает, а крупные предприятия должны планово вести хозяйство, выпускать только продукции такого качества, чтобы конкурировать с другими странами, и в то же время, чтобы в случае чего народ страны это не нуждался в чём-то. Так вот, да, смотри, и получается, если вернуться там, не знаю, это, конечно, очень грубое сравнение, но всё равно, типа, вот если там конец 80-х, кто там был последний, Андропов или Черненко? Черненко. Черненко последний был, да? Нет, перед Горбачёвом, а, Горбачёв. Горбачёв последний, точно, да. То есть, Горбачёв, его можно сравнить, не знаю, вот если как старый, как сейчас Путин, а Ельцин, это как, не знаю, там Навальный или кто-то, ну, короче, кто хотел революцию сделать? Можно такое грубое сравнение сделать? Ну, не, они другие. Ельцин, он... Но именно потому, как молодёжь. Ельцин, он был, выходец системы, он долгое время был на верхах, он понимал, как это всё крутится, что можно было сделать, что нельзя было сделать. Он был политик уже... Ну, да, он уже был подготовленный политик, очень долго работал, а Навальный, это кто? Кто он такой? Да, смотри, я знаешь, с чем это сравниваю? Именно, как это видит молодёжь, вот только в этом, так они совершенно разные. Но молодёжь себя видит по-разному. Да, ну, ладно, смотри, я просто, это всё грубые сомнения. Сейчас выясняется, оказывается, некоторые молодёжи, они монархисты, другие анархисты, третий хотят социализм, коммунизм. Да, все разные, согласен. И все против Путина, понимаешь? Смотри, вот, что я хотел сказать, ты не возмущайся. Мне одинаково, смотри, как, в какой-то степени, не знаю, ну, короче, мне одинаково, я не согласен, ни с той политикой, что Путин делает, ни с Навальным. Я не хочу ни революции, там, как бы Навальный, может быть, рассматривает. И я не хочу, хотя очень большое количество людей, молодёжи в том числе, считает, что революция – это единственный способ, типа, только так можно старое убрать, типа, вот, но я так не считаю. И в то же время мне не нравится, вот, ты наверняка можешь представить себя, там, вот, 25-30-летним, когда ты думал, блин, ну, реально застой, ты говоришь, вот, что нам не хватает, типа, да, молодёжи. Ты приводишь пример меня, я реально папа исключения, там, кто там заработал на машину, на квартиру сам, в моём окружении мало таких людей, в основном не такие. То есть, в основном, кто до 30-ти не заработал. Смотри, я не буду почитать по личностям, это просто так. Смотри, сейчас я тебе просто что хотел сказать, сейчас выскажу всё, просто своё мнение. Так вот, есть большое количество людей, которые так же хотят просто квартиру, просто машину, их действительно много, очень многие квартиры, им надо до 45-ти где-то заработать. Ну, либо брать кредит и отдавать его до 50-ти, понимаешь, да? Очень много таких людей, серьёзно. То есть, есть вот эти базовые потребности, очень многие не закрыты, с квартирой, с машиной, потому что... Скажи, вот кредиты брать, это возможность заработать и иметь машину, квартиру? Это возможность? Это возможность, но мне кажется, даже кредитов не было. Кредитов не было. Вы же ждали, когда придёт очередь на хорошем условии работы. это получается вот то, за что люди продались. Ты можешь как бы получить быстро это, но ты всю жизнь будешь горбатиться на капиталистов, чтобы... А Запад так живёт. Да, Запад так живёт давно. И вот мы такой путь выбрали. Сэй, так вот, что я хотел сказать. То есть, есть большой пласт людей, молодёжи, кто даже вот этой базовой потребности ещё не закрыл. Почему они хотят перемен? Я вот просто их голос как бы пытаюсь озвучить. А люди, допустим, как я, кто-то уже базовый закрыл, у меня перемены как раз-таки, я не хочу революции, ничего. Вот как ты говоришь, вы смотрели тогда всё-таки на Запад и видели, почему проигравшие страны лучше нас живут. Да? Вот было же такое возмущение? Ну, я тебе объяснил. Ну, говорю, возмущение такое было. Вот ты молодой был. Вот я когда поездил по Европе, у меня такое же возмущение есть, не знаю, в какой степени. Мне тоже хотелось бы, чтобы, ну, как бы страна, которая... страны, которые вот были бывшим СССР, которые были раньше единой страной победителем и реально спасли Европу. Понятное дело, вместе с США, как бы, может быть, если второй фронт не открыли, может, что-то по-другому было, но всё равно очень сильно повлияли. Мне бы хотелось, чтобы они как минимум жили не хуже, чем европейские страны, чем же та же Германия, Франция, понятно, в которых влили деньги американцы. И встает вопрос, почему до сих пор там вот есть вот эти проблемы с тем же образованием, с тем же медицинским... Это где? Ну, в России это же по-прежнему есть эти проблемы. Я понимаю, смотри, и, кстати, есть с чем сравнить. Допустим, вот есть какие-то моменты медицинские, которые у нас лучше. Вот в Польше, к примеру, у нас можно там при 38 вызвать скорую уже, да, там, градусов температуры. Вообще можно вызвать скорую даже если просто тебе плохо. В Польше, вот когда мы были тогда путешествовали, там даже при 39 с половиной никто не приехал. То есть там у них жестко. Вот есть какие-то минусы у них точно медицинские. Короче, я просто к чему, что, но вот уровень жизни все равно такой средний, знаешь, видно как бы таких расслабленных людей, которые просто работают, что-то зарабатывают, которые вот как раз-таки обычные люди, не предприниматели, работяги. все-таки вот в Западной Европе они живут получше. То есть там инфраструктура есть, там из транспорта, с образованием. У них, понятно, дорогое образование, но оно актуальное во многом. Короче, вот какие-то такие вещи, типа образования, ну, как минимум больницы, да, там вот поликлиник, действительно есть что сравнить. У нас очень много таких обшарпанных больниц, ты тоже видел. У них вот с этим вот получше. Короче, смотри, есть, понятно, есть какие-то плюсы у нас, там, типа, как скорая приезжает, типа там по первому вызову. Например, в Америке, если ты не работаешь, то нет страховки. Да, это жестко вообще, согласен. А страховка обеспечит только минимум твоих потребностей в медицине, а случись какие-то там, ты будешь платить такие бешеные деньги, если бы у нас такие бешеные деньги платили, ты еще сказал бы, ну ахрен нам так... Ты еще после лечения можешь в долгах остаться в Америке. Это точно минус от Америки, точно. Короче, мне вот именно, если взять Европу, она все-таки к нам ближе, вот, которая была либо раздолбана во время войны Великой Отечественной, либо была там на другой стороне врагов. Просто, ну, не то, что это, знаешь, это не зависть, ничего, там классно, молодцы, даже радость за них, что они там молодцы, развиваются. Но хотелось бы, чтобы у нас было не хуже, как минимум. Понятное дело, почему мы отстали из-за всех этих войн, да, там, из-за Чеченской, потом из-за Афгана, есть много причин, почему отставали. Но при этом, как бы, все равно прошло уже дофига мирного времени, минимум 20 лет, да, там, с последней Чеченской войны. И это большой срок. Это маленький срок. Ну, смотри, это относительно чего, понятно? Относительно вечности, это очень, это пшик. Относительно того, чтобы страну поднять из руин, это маленький срок. Да, тогда смотри, короче, мысль какую я хотел завершить. Что мне кажется, сейчас вот очень логично, какой-то должен быть новый этап, не революционный, эволюционный. Когда, смотри, Путин сделал то, что он сделал, хорошего, много, и мне кажется, теперь естественным образом должен прийти какой-то молодой человек, как и ты, ну, как относительно молодой, понятно, как и ты хотел, вот когда, чтобы пришел Ельцин, который вроде шарит и молодой. Согласись, это логично, ну, что он действительно уже... Это логично, но каким путем все приходить, мне не нравится вот это вот, знаешь, клевать своих же руководителей только за то, что у меня сейчас нет квартиры или у меня зарплата не соответствует. Это вообще клевать, это вообще неправильно. Это зарплата у меня не соответствует с этим европейским зарплатам. Нет, клевать, это вообще неправильно. Клевать, но, смотри, клевать неправильно, но критиковать за какие-то действительно косяки, это нормально. Давай возьмем Китай, да? Я когда служил, 70-е годы, конец 70-х, я же помню, что у них, они еще машины, я за три года, за два года, я один раз трактор видел, проехал трактор. Ты говорила, у них бычьи пузыри были заместо стекол. Они все на этих, на валах пахали, на себе таскали, ни одной машины, не, видел какую-то машину, там такая тарахтелка проезжала, катера у них еще такие ходили, пассажирские, с колесами, которые у нас были до революции, революции, вот. Берем отсечку, 80-е годы, вот берем отсечку, 80-е годы. Да, и сейчас. И 80-е годы, и когда они, значит, поднялись до уровня, ну, хотя бы, европейских стран, сколько прошло? 20 лет. Нет, подожди, 80-90, 90-20-е, где-то в 2005 году уже, 25 лет. Ты, кстати, значит, это не маленький срок для России тоже 20 лет. Теперь давай, почему они так прыгнули? Почему? Ну, грамотные руководители, как минимум, грамотная политика. Грамотная политика. А что они сделали такого? Мне очень нравится, как раз-таки смешанная экономика. Я считаю, это очень круто. А знаешь, почему? Я тоже засмешан. Вот я так думал. Ну. Значит, откуда у них появились, значит, развивать экономику без технологий, это очень проблематично, да? Откуда у них появились технологии? А, они стали фабрикой для США. Вот, это очень круто. Сколько туда вложили Америка, чтобы построить предприятия, перевезти туда свои... Согласись, это мудрый восточный путь. Почему мы так не пошли? А мы, ну, видно, не пошли. Значит, не хватило нам мудрости. Согласись, это очень мудро. Они все скопировали, спокойно, без войны, улыбались. Это называется, не копировали, воровали. Но, но как бы, это оправданное было. Все возмущались, но никто в Китае никаких мер не принимал. Они же копировали, но качественно, но воровали. Ну, некачественно. Но сейчас уже начинают качество. Но они наполнили рынок за счет количества, всякое говно. но за счет этого они заработали. И сейчас они начинают качество делать. Сейчас они уже начинают качество делать. Так смотри, почему, ну, я вот, ты просто, я согласен, так, Китай молодцы. Минталитет у нас не позволял. Во-вторых, нас видели только как сырьевой придаток. Если Китай видели как рабочую силу дешевую, то Россия рассматривается как сырьевой придаток. Мы не дешевая рабочая сила, понимаешь? Поэтому строят здесь предприятия. Потом у нас некоторые говорили, ага, сейчас к нам привезут всякое это, заразное предприятие, производство, которое будет травить наших людей, губить. Китайцы, по-моему, на это не обращали внимания. Они губили очень много. Их там много. Неизвестно, сколько умерло. Проблем из-за этого, А в России мы сказали, зачем нам вредные предприятия ввести? Не хотим. А Европа, наоборот, думает, нахрен, что-то делать хорошее, если они не хотят такие вещи. Поэтому тут нюансы. Типа, какие-то жертвы в Китай пошли, как минимум. Китай пошел, и он поднял свою экономику за счет вот таких вещей. Ну, и как раз там жесткий диктатор был, который просто сделал такой выбор. Жесткий, да. И они стали давать возможность зарабатывать людям, которые свои предприятия стали открывать частные, развили и государственные, и капиталистические экономические отношения. Поэтому, мудро, да, я согласен. Но нас всю жизнь Запад и Америка считали своим врагами. Китай не считали своим врагом. Китай просто территория, на которой рабочие силы. Там же там даже трудно было назвать коммунизмом. Ну, смотри, да, считали врагом, и мы их. Они были настолько нищие, что... Ну, понятно. Это как раз как эта вот классика, когда ты думал, недооцененные. Китай были недооцененные. Они воспользовались тем, что... Как раз пока у нас была там холодная война. Мы никому ничего не угрожаем. Давайте нам предприятие. Мы вам будем деньги зарабатывать тут. Так смотри, хорошо. Так как, если вернуться к России, вот мне кажется, можно спокойный, эволюционный, нереолюционный метод развития России выбрать и идти по нему, и чтобы всех удовлетворить, и старых, и молодых, как раз таки взять лучшее из текущей экономики, может даже вернуть что-то хорошее из Советского Союза, чтобы сделать смешанную экономику. Я думаю так. Нужны предприятия, места работы, которые позволяют молодежи зарабатывать деньги. Ну, да. Для этого нужны современные предприятия, современное эффективное производство. Да? Ну, да. Для этого нужно время. По большому счету, мы только около 10 лет только начали что-то строить у себя за место того, что у нас разрушено. Так смотри, так давай не будем разрушать, не будем эволюцию делать, но почему бы... Смотри, что еще не нравится молодежи? То, что очень жесткое, знаешь, грубо говоря, текущая власть контролирует там и СМИ, и вот знаешь, как будто ее нельзя критиковать. Вот смотри, вот сейчас я тебе объясню. Не согласен. Сейчас я тебе объясню, смотри. То есть, вот ты правильно сказал, что было и хорошее, и плохое Советское Союзе, и вот, типа, ты был неправ, что там взяли все смели и хорошее не оставили, да? Вот это то же самое сейчас считаю. Есть много чего хорошего, что стоит оставить, не надо сметать резко. А что сметает? Нет, ну смотри, допустим, сейчас же главное это предъявления какие к текущей власти? Что, коррупция по-прежнему есть? Но это проблема, которой уже 300 лет у нас. Это, знаешь, это еще при царе было. Понятно. И это почему-то такая проблема, знаешь, которую, ну, хотя есть примеры, там, приводит Грузию, который быстро, типа, с коррупцией Саакашвили решил. Да есть, вот. Ну, по крайней мере, типа, это стало гораздо строже. То есть, смотри, вот, как раз-таки, получается, Путин здесь недостаточно жесткий, чтобы коррупцию решить. А, хотим жесткости. Не-не-не, не то, что хотим жесткости, смотри, а просто как ты думаешь коррупцию по-другому решить, кроме как жесткости? Просто смотри, я вот рассуждаю как, молодежь недовольна коррупцией. Как это решить? Я вижу только жесткость, а ты как? Должны быть законы, которые неотратимы для всех. Да. И для депутатов. То есть, депутатские неприкосновения не должны быть. И на каком-то этапе действительно должны быть законы очень жесткие с коррупцией. Если попался человек на коррупции, конфискат имущества у семьи, всей семьи. Родственников. Ну, может, даже и родственников. Это обязательно. Просто даже бабки не ходить, да? То, что ты срок получишь там, и будешь возвращать какие-то украденные деньги. Конфискация имущества обязательно. Вот тогда, может, люди будут думать. Знаешь? Да. То есть, не расстрел, как в Китае, но как минимум конфискация. Ну, расстрел мы уже отошли от этого. Так смотри. Менталитет понял, что нужно расстрелить. Смотри, вот я тоже согласен с этим. Смотри, окей. На мой взгляд, логично. Чем еще недовольна, короче, молодежь? То, что, да, типа, вот они ездят, кто в Европу съездил пару раз, им там понравилось, они хотят, чтобы у нас так же было. И я, естественно, понимаю, что это быстро так не делается. Нужны деньги на это, средства и так далее. Тогда смотри, и в основном такая претензия, что, типа, денег и средств у России дофига, а ведь нефть дорого стоит, типа, ресурсы. Так почему тогда, пока она доходит до народа, до вот этих производств, там, до заводов, до школ, там, для университетов, до медучреждений, почему доходит так мало? Вот это главная претензия. То есть, как раз-таки по пути где-то разворовывают. То есть, наверное, все-таки главная проблема это коррупция, а все остальные из нее растут. А вот видите, у вас крайности. А как-то, да. У вас крайности. Вы считаете, что, если кто-то где-то ворует, да, значит, воруют все, и до школ, до больниц, до всего этого не доходят деньги. Теперь давай смотреть. Вот ты смотришь, сделанного в России по интернету, в Ютубе. Нет. Рубрику. Там блог. Сделанного в России. Смотришь? Нет. Ну, посмотри на всякий случай. И ты поймешь, там отчеты за каждый месяц, сколько построено у нас школ, сколько открыто больниц, сколько построено дорог, сколько новых предприятий. Вот посмотри, кажется, и даже там сравнивают, сколько в Украине, сейчас стали сравнивать, сколько в Белоруссии построено за это время. И ты посмотришь, какие деньги куда идут. Потому что, если воровать, как вы говорите, там все воруют. смотри. Извини мне, столько денег. Ну, смотри, пап. Столько не построишь. Ну, давай так, если по фактам смотреть, если бы у нас, как в Китае, не воровали бы, ну, в Китае факт не воровали, так сильно, потому что они так быстро выросли. Сильно. А чем выросло сильно? Да. Естественно, есть какой-то, может, мелкий процент. Они их расстреливали, да. Вот. Так если бы у нас, как минимум, так же было, мы бы уже могли бы догонять Китай. Ну, то есть, значит, все-таки этот процент воровства большой у нас. Но все-таки он большой, пап. Смотри, у меня есть друзья, кто как раз-таки и в полиции работал, увидел. Вот как раз-таки, ну, человек, он сам не врал, он в итоге ушел оттуда. Но он видел это, и он понимал, что ему дальше никуда не пойти, если он не будет воровать. Вот он уволился и не стал. Как бы, и вот это реально есть. Это разрушает. Это до сих пор есть. Это разрушает. И понятно, и в этом... Люди должны нести ответственность, которая допускает. Это система, она закоренела. Тут, естественно, вот нужны такие законы, что, да, опять же, если мы пойдем по пути Сталина, что каждый будет стучать на того, то вместе с хорошими, например, сигналами, что человек ворует, будет много хороших людей попадать. Будем сводить личные счеты с кем-то, понимаешь? Да, да. Опять же, это тоже не здорово. Так смотри, я тоже, у меня нет иллюзии, что типа вот при такой системе, как сейчас, смени Путина на другого и типа все изменится. Это, грубо говоря, даже если будет революция и Навальный придет, очень много чего останется. У меня этой иллюзии нету. То есть просто, но как-то, по идее, вот эту эволюцию ты не должны сдерживать. Вот что в стиле, как раз смотри, максимально прозрачные и честные выборы. Ну согласен, они должны быть. Да, должны. Да, смотри, то есть кандидатов как можно больше должно быть разных, за кого ты можешь выбрать. Вот до еще вот этих первых этапов, до которых, до телевизора, которые дойдут. Последних путинских выбрал, семь человек было. Сколько это нужно? Ну пап, ну согласись, сколько нужно было? Там серьезных было мало, но согласись. А что, кому-то запрещали, что ли? Они должны были, согласно регламенту, набрать определенное количество голосов, которые готовы предоставить, чтобы это самое, да? А если они не могут предоставить определенное количество голосов, кто будет за них голосовать? Объясни. Сто человек, которым нравится. Ты хочешь сказать, что у нас по-прежнему реально не искал выбрать, типа люди... Ну может есть люди, но их никто не знает. Вот, так а почему их никто не знает? Может быть им мешает? Ну не знаю почему, значит они не лезут сами. А нет, а ты не думаешь, что все-таки есть какая-то грань? Ну вот я общался с ребятами некоторыми, кто пытался по политике пойти из молодых, и ну там реально все равно так же вот есть. Вот даже как ты вот говорил в начале, что типа я хотел выбрать тот универ, потому что там у меня есть знакомые. Вот есть такая же фигня. Вот мне кажется, вот это сватовство в России тоже проблема, что типа вот, вот если у тебя есть знакомый, ты туда пойдешь. Вот то есть знаешь, какая-то все равно градация типа на свой-чужой, и только особенно, типа ты под кем, ты под каким человеком, то есть только такой пройдет, то есть не пройдет просто человек с улицы, который вот достойный, его туда даже не пустят. Вот такой... Опять же, вы телевизор не смотрите. Сейчас же каждый год у нас проводятся конкурсы, как у нас, лидеры России они называются, по-моему, да? Там по 300 человек собирают, лучших из лучших. Кастинги проводят, выбирают лучших из лучших, и в течение месяца с ними ведутся всякие эти, как называется, тренинги всякие. Из них еще остается какой-то. Вот из последних губернаторов молодых, вот как раз люди пришли вот из таких. Они ниоткуда, они были там врачами, студентами, а стали губернаторами. Вот за два года они выросли из неизвестных до губернаторов. Это как раз резерв какой-то, понимаешь? Они проработают губернаторами, зарекомендуют себя или не зарекомендуют себя. Уже их возьмут там в правительство, кого-то работают. А уже вот это и есть кадровый резерв. Так ты не думаешь, уже сейчас должно быть... Уже есть такое. Должны быть достойные люди, кто... Чтобы Путин не делал вот это последнее событие. Для меня есть, например. Обнуление, обнуление. Послушай, да, типа... А уже просто спокойно без калорий, ребят, ну реально я уже много здесь чего сделал. Вот выбирай... Вот куча молодежи, честно. Вот этот интересный, этот интересный. Вот выбирайте среди них. Так еще неизвестно. Он, может, через два года скажет, ребята, все, я больше дальше не буду. А почему это уже не сделано? Да потому что... Ну. У нас в течение 90-х годов идет ситуация в стране такая, что мы как на войне живем, понимаешь? Нам нельзя каждый год менять, кого попало, понимаешь? Нам нужен сильный лидер, за которым пойдет страна, который что-то делает действительно для страны, и мы чувствуем, мы видим это. Ты чувствуешь, что что-то меняется в стране? Я чувствовал это точно, вот этот контраст 90-х в нулевых, когда я, типа, был подростком 90-х. Ну, как 90-х я был ребенком, и когда ты идешь, там, шприцы пинаешь по улице, вот это все, типа, там, что, когда, ну, мы все жили бедно, что, грубо говоря, там, машина – это что-то такая роскошь, у тебя появилась машина, там, 45 лет, и она была, там, пятый хозяин ты был или какой-то там, да? Ну, не помню, какой хозяин. Ну, короче, да. Ну, развалюха. Да, развалюха была, вот. И, соответственно, и потом, когда нулевые, когда, там, машина – это стало нормой, типа, там, кредиты появились, даже, ну, то есть, контраст точно есть. И, как бы, я считаю, это большой контраст, и это хорошо. И нас два раза опустили в 90-е. В 98-м и 2010-м наша страна два раза опустились из-за каких-то кризисов в Америке, понимаешь? Опустили, в смысле, ты имеешь в виду, ну, кризис. Рубль девальвировался, и экономика упала. Мы два раза выбирались из жопы. А если для Америки это было как-то так, знаешь, там, комар укусил меня, то для нас было, как будто слон прошелся, понимаешь? Если не сравнивать, как жили в Америке, как сейчас мы живем в Америке. Конечно, так я не сравниваю. Поэтому, извини, меня. Я не сравниваю. Тогда, я просто к чему? Точно, вот этот большой прыжок был, там, 90-е, нулевые. Но сейчас, последние 10 лет, мне кажется, застой есть. Если все-таки смотреть, что нам надо дальше развиваться, застой есть. Да нет сейчас застой, Коль. Ну, есть, Павел. Смотри, я тебе могу сказать, из-за чего застой. Точно застой появился после 2014-го, из-за Крыма. Точно застой. Это же новый кризис был. Да это не застой. Это просто, естественно, в связи с девальвацией рубля. Из-за чего произошла девальвация рубля? Из-за того, что нам Европа ввела санкции резко. Естественно, стали многие выводить в знак протеста отсюда валюту. Ну, смотри, я даже, знаешь... А мы испугались, что у нас сейчас начнется что-то серьезное с Украиной. Естественно, бегство капитала пошло. Ну, смотри, это, по идее, не мудрое решение было все равно с этим. Ну, то есть, смотри, если вот смотреть какие-то мудрые политические решения... А нас загнали в такую ситуацию. Если бы не Майдан, если бы Америка не планировала построить базу НАТО в Крыму, мы бы не дернулись. Ну, понятно, да. И нас хотели же оттуда выгнать. Ну, да. То, что вот крымские войска, ну, в смысле, крымский флот русский был в Крыму. В Севастополе. В Севастополе, да. У нас же хотела Украина оттуда... Да. Под предлогом того, что у нас вот в 17-м году истекает договор. Все, идите нафиг. Да. Они нам каждый год увеличивали арендную плату за Севастополе. Смотри, ну, ты не думаешь, что, вот, говоришь, заставили. Смотри, мы же все равно ничего не изменили. В итоге все равно Украина продолжает сближаться с Западом, все равно там появятся базы. То же самое с Прибалтикой. То же самое в некоторых кавказских странах. Так смотри, то есть мы, получается, смотри, грубо говоря, вот если взять стратегически это битва, типа такая, как бы она внешне может выиграна, но войну мы проигрываем вот это вот общее. То есть все равно эти базы появляются. Посмотрим. Смотри, тогда смысл такой, что вот у меня главный посыл какой? Если будет хорошее образование, хорошая жизнь, вот здесь для молодежи, как ты говоришь, там, да, хорошие зарплаты, возможности зарабатывать, там, да, типа чтобы они не начали, ну, не сравнивали с Западом, да, чтобы все здесь было хорошо, чтобы там они видели, что хорошее образование, хорошее медобслуживание, не воруют, да, потому что много молодежи, которые не хочется воровать, точно. Есть молодежь, которая продолжает все это, типа, но есть и кто не хочет. Смотри, вот если все это было, то, мне кажется, и патриотизм и тогда был, понимаешь? То есть, когда тебе правительство дает хорошую жизнь, то ты уважаешь ее же и хочешь быть патриотом. Коля, как ты относишься к тому, что проводит опрос и спрашивает, ну, ходит там по чату, в чат-рулетке, и спрашивает, как проголосовал? Он говорит, против Путина. А почему ты против? А потому что там все воруют, короче, наговорил говна всякого же. Он говорит, ну, ладно, давайте так, а вот, что было бы, если ты стал бы президентом? Ну, я стал бы президентом. А я бы наворовал бы и уехал за границу жить. Один тот же человек так говорит? Да. Но это глупо же. Это, вот как, что в голове у молодежи? То есть, получается, надо, понимаешь, вот да, надо менять эволюционное вообще мышление людей, но этим же должно проводиться заниматься, то есть, вот должны быть какие-то ценности. Ну, Коля, ну это, вот так не делается. Конечно так, но почему, вот смотри, в Советском Союзе, значит, все-таки, какой путь тогда должен быть? Революционный или революционный? Я не знаю, почему. Эволюционный. Революционный это... Да, но почему в Советском Союзе как-то достаточно быстро, не знаю, там за 20 или за сколько лет, мышление людей патриотическим таким стало? То есть, была половина страны из-за царя, а тут вдруг все, они увидели, что... Ну, потому что верхушка, которая управляла народом, была гораздо меньше самой массы народа. Когда народу стали выдавать, давать землю, когда объединяли колхозы, и показываем, что это более выгодная форма управления в экономике, колхозы, чем частные, то люди, естественно, видят, ага, у меня плохо, мне помогают. То есть, когда правительство начало помогать людям, тогда они стали патриотами, правильно? Да. Так вот, сейчас же, по идее, то же самое надо сделать. Ну, то есть, по сути, то же самое. То есть, смотри, есть вот эти вот, ну, как бы, всякие цифры, типа, за сколько нефть продается, за сколько эти ресурсы наши продаются, и, типа, и люди обычные хотят, типа, какой-то небольшой процент Смотри, почему ты считаешь, Советский Союз развалился-то, в итоге, какие причины главные? Там много причин сошлось, как субъективно, так и объективно. Субъективно это связано с тем, что у нас застой был мышление, руководство, они не знали, как это самое, развивать экономику. Они уперлись на этом социализме, коммунизме, что нельзя частную собственность. Вот на этом и стояли. А социалистическое развитие уже уперлось в то, что с нами никто не торгует, потому что мы социалисты, у нас только вот рынок внутренний есть, какой-то там, и мы за счет этого рынка и невозможность получить новые технологии, не можем развивать новые предприятия. А то, что верхушка воровала или как-то там сильно отделилась от народа, это тоже повлияло? Ну, больше всего воровали, это, конечно, вот эти окраины. Прибал-то из-за менталитета они не воровали практически. Украина воровала, но немного, а вот южные республики, Узбекистан, Таншкистан, там воровали со страшной силой и приписки эти все. Вот Грузия воровала. Поэтому нельзя так сказать, что у нас все в России воровали. Здесь тоже, но не так. У нас была другая система. У нас блат был развит. Вот это, да. Так вот, это же до сих пор. Ну, это как бы не воровство, это... Ну, сатоство, это, как сказать, панибра... Ну, нет, нет. За нехватки товаров мы за какую-то там услугу или бартер, да, я тебе достану. Ну, по сути, это же тоже надо убирать. Ты мне достанешь. В итоге это же надо убирать, если мы хотим развиваться. Вот такого сейчас нет. Сейчас раньше не дефицит был, а сейчас нет дефицит. По-прежнему есть вот этот вот, типа, только свой пройдет, там, по связям у нас это есть до сих пор, по связям. Ну, ладно, смотри. То есть, ты считаешь, главная проблема была вот то, что загостенело мышление правительства. Так не думаешь, что сейчас могут быть похожие проблемы? Нет, сейчас нет. Почему? Потому что я вижу, сколько чего строится, как развивается, в какую сторону. Нас сейчас вынуждают много тратить на войну. Ну, да. Вот ты говоришь это самое. Все равно Украина, НАТО придет в Украину, да, и мы ничего не... Мы время оттянули для того, чтобы обновить, во-первых, нашу армию. Но то, что военные училища стали закрывать один за одним, что там... В 2000-е или 90-е годы? Ну, вот, когда там Медведев, Сердюков, да, он разваливал, да? Да, 2000-е годы. Я думаю, ну, наверное, так надо сделать, потому что нет смысла что-то там развивать. Можно было купить, потом другую технику военную и пользоваться ей. Оказывается, ни хрена. Нам военную технику Запад не продавал. Так смотри, так что ты думаешь, в итоге, если... Поэтому бешеных денег нужно было вложить в военные, чтобы обновить все. Второе, Крым пришел. Сколько ему денег пришлось вложить, чтобы людей хотя бы с нами сравнять? Понятно. Ну, так смотри, если же война... Тебе не кажется, что вообще, когда есть ядерное оружие, на этом все должно остановиться, вся эта военная гонка? Вот смотри, какой смысл нам сейчас вкладывать в оружие, в войну, если уже есть ядерное оружие? Вот объясни мне. Объясняю. Потому что, если танковая дивизия вторгнется в пределы России, никто ядерным оружием пользоваться не будет. Значит, мы будем отвечать садуковщей силой, понимаешь? Самолеты, ракеты, такие танки. И будем биться до тех пор, пока мы не почувствуем, что... Либо если мы выиграем, тогда мы ядерное оружие не принимаем, либо мы проиграем, тогда мы применяем ядерное оружие. Ядерное оружие – это последний аргумент. И так ты как-то видишь то, что будущее без войны нормальное, политическое? Ну... И почему ты считаешь, что... Войны были, есть и будут. Даже сейчас, может, завтра в Америке всплыла гражданская война. Поэтому это будет. Другое дело, в каком объеме, масштабе это все будет, вот это нужно сдерживать. Хорошо, тогда... Сэй, сейчас еще многие романтизируют 90-е годы. Особенно поколение молодое. Кто не вырос там? Я вообще удивляюсь. Да, да, романтизируют. Сэй, я там рос, я чуть-чуть застал. Ну, как чуть-чуть? Мне было 12 лет, когда закончились 90-е. Ну, Коля, ну вы ничего не знали. Сэй, и все равно я видел, насколько это... Ну, хоть у меня было счастливое детство, потому что вы постарались, хоть мы жили и бедно, но счастливое оно все равно было. Ну, как мне кажется, у всех в детстве хорошие воспоминания. Но я все равно понимал, что было жесткое время. Ну, то есть, 90-е ни хрена не романтика была. Вот можешь свои воспоминания о 90-х рассказать? Постоянно какая-то борьба за выживание, постоянно мысли какие-то, где денег взять, как заработать, чтобы... Ну, то есть, там уже уверенности в будущем у тебя никакой не было. Да, чтобы... И если конец 80-х, начало 90-х, где что достать пожрать, то середина 90-х, где достать денег, чтобы купить вот то, что есть. В принципе, дефицита не было, можно было все угодно что-то купить, но денег не было. Зарплаты были маленькие, поэтому где взять денег, как заработать. Поэтому у нас многие ребята сразу ушли из армии, ушли в... В бизнес, типа? В бизнес, да, ушли. Хорошо. Что, по-твоему, характеризует мужчину? Как ты считаешь, что мужчина... Не знаю, каждый мужчина... Ну, целый, ты... Каждого человека можно мужчиной назвать, или... Ну, конечно, нельзя какой-то. Мужчина, по-моему, это такое монументальное... В характере должно быть вещи такие, как верность, ответственность, преданность делу, там, работоспособность какая-то. Если дал слово, держи слово. если стране, семье угрожает опасность, защищай ее. Вот эти такие вещи. Но это... Просто должно быть в крови. Другое дело, что... Если ты мужик, но ты трус, да, по жизни, ты боишься. Ну, нельзя его назвать не мужиком, бабой. Потому что... Так все же что-то боятся. Все боятся, да. Но когда... Мужчина проявляется, когда ты преодолеваешься. Для этого нужно поставить человека в такую ситуацию, чтобы он проявил себя. Вот. Ну, а если человек трусит и не проявляет даже, ну, в обычной ситуации, ну, мужик и мужик. Понимаешь? Тогда... А что настоящий мужчина должен уметь делать? Зарабатывать деньги. Это все? А если это несправедливым заработок? Или какой-то... Можно сказать, что... Ну, во-первых, честный должен быть заработок. Ну, вот. То есть, важно. Я о криминальных заработках и махинациях не говорю никогда. Ну, то есть, важно. Но должен уметь честно заработать. Конечно. Ну, смотри, что еще он должен уметь? Ну, что, любить детей. Любить родину свою. Любить семью, не знаю. Мать, отца. А вот, может, какие-то навыки? Просто, смотри, ты с детства... У всех разные навыки. Да. Всем, кому-то что-то нравится, все выбирают тот путь. Некоторые не могут всю жизнь определиться, что им нравится. Мечутся туда-сюда. Некоторые просто плывут по жизни. Вот. Устроился на работу тихым сапом. Получаю свою зарплату и кикол по течению. Таких тоже... Смотри, просто ты меня воспитывал так, что, типа, настоящий мужик должен уметь все там и на разных ютах транспорта работать, и на музыкальных инструментах играть, и в технике разбираться. Я не говорил, что это должен быть мужик. Я говорил, что это нормальный человек, который... должен быть всесторонне развит. Всесторонне развит, да. Это не мужик. Это и женщина касается. Вот. Тогда скажи, что человек, не обязательно мужчина и женщина, вот, по-твоему, какой список минимальный должен уметь, типа, чтобы разносторонне развитый был? Ну, для меня, например, человек должен заниматься каким-нибудь видом спорта. Обязательно. человек должен уметь или играть на инструменте, или петь, для того, чтобы кругозор у него был. Человек должен увлекаться каким-то видом искусства, я не знаю, там, ну, по крайней мере, интересоваться. Типа там фотография, живопись, кино. Да, да. Ходить в музеи, театры, понимаешь? Это желательно. Другое дело, может, финансово не позволяет тебе это, но это желательно, да. Ну, и не останавливаться в росте своей специальности, например. Ты выучился, знаешь, специально, думай большое, что можно сделать лучше. А в технике разбираться тоже, наверное, уже? Это важно. Ну, не каждому дано, но желательно, чтобы ты, я рассматривал вождение, как это, в случае, в случае с чего, да, у нас времена тяжелые были, сейчас ты работаешь, завтра ты не работаешь, чтобы легче было найти работу, хотя бы пойти водителем работать. Вот это только чисто из-за этого. А так, если ты будешь уметь водить самолет, это еще лучше. Окей. Ну, то есть, мужик должен найти себе применение в любом случае, а когда ты развит, все умеешь, ну, не все умеешь, а что-то тебе дает большие возможности заработать. Света, вот ты говоришь, это неважно, если женщина касается внутрозвития личности, а женщина, если мужик обязан найти себя и вот уметь деньги заработать, а женщина-то не обязана. то есть, типа, она... У женщины другие приоритеты. У них семья, дети должны быть приоритетами. Остальное, ну, не знаю, должна уметь готовить, для меня это однозначно женщина. Ну, что еще? Если она разбирается в медицине, это тоже хорошо. Чем родина отличается от государства по-твоему? Родина? Ну, родина это как мать, тебя мать родила, воспитывает, кормит, поет, и ты ее любишь, потому что это твое. А государство, чем отличается? Ты родился в той стране, которая тебе помогает расти, поет, кормит, дает тебе... Ну, то есть, это одно и то же? Просто, не понимаю, разница есть? Ну, тут ты физическое ощущаешь взаимодействие, а с родиной ты ощущаешь духовное какое-то. Ну, то есть, это все-таки народ, какая-то культура, культура? И надо расценивать народ как это твоя семья, потому что если народ будет болеть, и ты будешь болеть. Ну, соответственно, если родина будет плохо, и тебе будет плохо. Так, соответственно, ты вырос в Советском Союзе, и для тебя была родина и культура разные народы и разной культуре. Правильно? да. Мы пользовались как плодами тем, что нам Прибалтика давала, и Южные Республики давали. Ну, и в Украине было много производства. Да, они производили те вещи, которыми мы пользовались. для меня, если обижали Украину, то нам плохо было. Слушай, как проявляется любовь к родине у обычного гражданина? По твоему, должна проявляться? Тихо, не бурно. Смотри, а как проявляется любовь к родине у государства? На уровне государства? Как государство должно любить родину? Государство нужно любить родину? Надо любить людей в этой стране. Ну, как? Ну, хотя бы не давать людям опускаться на самый низ. Как в 90-е? Как в 90-е, да. Ну, то есть, смотри, любое государство к родине появляется в заботе и защите граждан этого государства? Да. Окей. Тогда, смотри, вот если вернуться к этой проблеме, если представить, что государство, вот ты, допустим, государство, а я народ, у меня болит нога, я прошу тебя помощи и там сделать мне привязку или там дать денег на лекарства, а ты эту просьбу игнорируешь и говоришь, смотри, вокруг нас враги, поэтому сейчас надо лучше в армию все подать, там, устроить, поэтому потерпи. То есть, и в итоге человек там терпит, терпит, у него нога болит, 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 а он видит, что вокруг там все деньги тратятся на военную службу. Короче, как в итоге должно, то есть человек должен, сколько человек должен терпеть, и когда начнется... Некорректный пример. Почему он кончился уже, папа, чай? Давай он за мной. Нет, ну, некорректный пример. Если тебе возник заказа необходимо, что тебе нужно срочное вмешательство, конечно, тебе будут помогать и выделять деньги на то, чтобы ты не умер. Но если у тебя там поцарапал ножку, болит, или подвихнул, дайте мне денег. Ну, конечно, у меня первая задача обеспечить безопасность стороны, чем вылечить тебе ножку. Какие фильмы на тебя повлияли в жизни? Последний вопрос уже. Да, в основном, когда я в детстве смотрел. Ну, какие помнишь? Ну, патриотические. Какие? Ну, не знаю, «Зеленые цепочки», например, фильм. «Сталинград». «Сталинград». Ну, все военные фильмы. «Иди, смотри». «Иди и смотри сильный фильм». Ну, в общем, да, много фильмов. Раньше же много было фильмов. А все про войну узнали? Все про войну, да, потому что вот я задумываюсь, почему я так вот к этому отношусь. Наверное, все-таки что-то геном передается. Мне, когда я пережила вот это все, наверное, с отцом, подсознательном уровне мне сидится, что фашизм – это враг. Ну, то есть, смотри, фашизм – это враг, то есть ты считаешь, что все народы… Нацисты – это враги. То есть все народы равны. Но при этом, смотри, есть какой-то бытовой национализм в стиле, вот можно кого-то назвать хохлом, кого-то хатчиком, кого-то москалем. Это же не первая ступенька к нацизму. Первая. То есть это надо пресекать и в себе самому. Да. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзывы в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com slash чернобаев и получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой и профессиональной жизни и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.